В первый день очередной седьмой сессии Верховной Рады к депутатам пожаловали члены отставного правительства во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Сергеем Арбузовым. Именно ему придется решать проблему украинской экономики, находящейся на грани дефолта. Но оппозиция четко дала понять, пока не урегулирован политический кризис, Рада заниматься экономическими вопросами не будет. Депутат от фракции «Удар» Ростислав Павленко зарегистрировал законопроект о безусловном освобождении от ответственности арестованных участников протестов. Ожидается, что коллегам из оппозиции и провластных фракций все же удастся договориться о совместном голосовании. У нас есть юридические и политические основания говорить об этом, поскольку журналисты зафиксировали факт использования депутатами нынешнего большинства, факт использования при голосовании чужих карточек. Приспешники президента Януковича из партии регионов предлагают и вовсе сделать вид, что крови на улицах и сотен избитых и арестованных не было. Конкретных же шагов по урегулированию кризиса никто так и не сделал. Предлагаю всем забыть обиды, не доводить о победах и поражениях, своих карьерах, а общими усилиями выработать стратегию выхода из сложившейся ситуации. А это в первую очередь договоренности в парламенте и политический компромисс между всеми политическими силами. Если кто-то призывает захватить власть силовым методом, это провокатор, толкающий вас на кровь и развал государства. Гоните его прочь. Ветеран украинской политики и узник советских лагерей Степан Хмара считает, что решающую роль при определении позиции провластных депутатов играет отнюдь нездравый смысл. У них нет ни ума, ни совести. У них есть только страх. Они уже были готовы проголосовать за нормальный закон о реабилитации всех задержанных. Само название, закон об амнистии, за который они проголосовали, это издевательство над теми людьми, которые пострадали, которых мафиозная власть взяла как заложников. Именно страх перед президентом, который пригрозил непокорным депутатам уголовными делами и вынудил многих народных избранников 28 января голосовать за бартер. Мол, протестанты освобождают захваченные здания, а власть в ответ отпускает на волю задержанных активистов. Лидер украинских националистов Олег Тегнебок считает, что страх заразен, а генераторы этой напасти находятся в сердце российской столицы. Мне кажется, пришло время все это остановить. Мне кажется, пришло время все это остановить. И каждый из вас должен понять для себя, что ответственность за эти смерти, за эти увечья, за покалеченные судьбы лежит именно на тех, кто развязал этот конфликт. На тех, кто организовал эти провокации и противостояния. На тех, кто сегодня раздувает огонь гражданской войны в украинском государстве. На тех, кто сегодня получает поддержку ваших хозяев, Кремля. Виктор Янукович, почувствовав себя лучше, закрыл больничный и 7 февраля уже намеревается посетить Россию. Открытие Олимпиады в Сочи он, разумеется, пропустить никак не может. Сегодня же во время заседания в Верховной Раде стало известно, что пока первый украинский трус не вернется от Путина с пачкой ценных советов, решений по составу нового правительства и по урегулированию кризиса ждать не следует. Редактор субтитров А.Семкин